В прямом эфире авторской передачи Дмитрия Куликова «Кто против» на телеканале «Россия-1» в адрес Азербайджана были озвучены несоответствующие действительности аргументы со стороны международного обозревателя издательского дома «Коммерсант» Максима Юсина. Идет давление на всех фронтах. Теперь еще удар наносится по нашему союзнику по УДКБ. Плохая история, но мы сражаемся с мощнейшим умным врагом. Юсин в своем выступлении представил напряженность на армян-азербайджанской границе, возникшую в результате широкомасштабных многочисленных провокаций вооруженных сил Армении, как якобы открытие Азербайджанов с подачи Запада и еще одного фронта давления на Россию на фоне украинского кризиса. Известный журналист-радиоведущий Геа Саралидзе возразил оппоненту, отметив, что в целом нельзя сходу взять и возложить вину на какую-то сторону. Необходимо тщательно разобраться в происходящем, напомнив о совместных проектах России и Азербайджана, о Бакинской декларации по международному транспортному коридору «Север-Юг», подписанной Россией, Азербайджаном и Ираном недавно в Баку. А также он указал на то, что Эрдоган также задействован в этом проекте, и он важен для Турции тоже. Саралидзе подчеркнул, что эскалация на армяно-азербайджанской границе началась за два дня до саммита ШОС, где запланированы встречи президентов Азербайджана и Турции с российским лидером. И планировалось присутствие премьер-министра Армении. Это не случайно, заявил журналист. Вне всякого сомнения, в рядах российских журналистов немало не только реваншистки настроенных выходцев из Армении, но и тех, кто напрямую поддерживается армянским лобби России, не жалеющим финансов на дезинформацию о нашей стране. Телезрителям и пользователям соцсетей из Азербайджана это стало очевидно как в период 44-дневной войны, факта которой усиленно искажались практически во всех российских телеканалах, так и в постконфликтный период.